Теперь запомни. Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Сейчас набирает популярность российский сериал «Слово пацана». Чтобы понимать контекст времени, давайте вместе кратенько разберемся, что происходило в Казани в то время. Данные УВД Казани и социологов различны. Одни называют 60, другие 96 группировок. В период 70-80-х годов в Казани и других городах республики Татарстан распространился казанский феномен, который был связан с незаконной деятельностью уличных банд. Долгое время проблема не признавалась официальными властями, однако позже такие группировки появились на территории всего Советского Союза. У исследователей до сих пор нет единого мнения о том, как и когда возникли уличные группировки. Некоторые утверждают, что первые банды хулиганов появились в 60-е. Другие уверены, что их история началась еще двумя десятилетиями раньше. Так или иначе, сложившаяся экономическая, политическая и социальная ситуация в СССР и Татарстане в 70-х и 80-х и в стране, в целом стала основной предпосылкой к росту подростковой преступности в городах. Однако именно в Казани проблема впервые привлекла внимание общественности и прессы. Уже тогда Казань сравнивали с Чикаго 30-х годов. Новотатарский, Борисков, Первокинь. Тут ходит тактаж. Точное количество казанских банд невозможно установить. По данным МВД, в 80-х их число приближалось к 100, а в каждой группировке насчитывалось от 300 до 400 человек. Точное количество невозможно сказать, так как действовали они не одновременно, а периодически объединялись и поглощались друг другом. Названия банды, как правило, получали по месту жительства участников. Курчатовские в тот день знатно отхватели. Ну и у Хадишевских весь возраст менты приняли, человек 60. Тут советские. Они, короче, на какой-то праздник поснимали знамён из дому. Заточили вот эти штуки сверху, которые. И с ними напали на Адельку. Самыми спокойными районами считались улицы с индивидуальной застройкой и тесными дворами, а очагами преступности становились заводские и спальные районы. Так постепенно город Казань оказался поделён на зоны влияния. Соседние группировки враждовали из-за спорных интересов. Мирные союзы преимущественно заключались лишь между теми, кто находился далеко друг от друга. Борьбу за территорию подростки называли асфальтными войнами, где в роли оружия использовались кирпичи, монтировки, цепи. А также нередко применялось огнестрельное оружие, которое хранилось у лидеров или авторитетов группировки. Каждая банда придерживалась своих законов. Часто носила узнаваемую спортивную одежду и короткие стрижки. Своих и чужих отличали по специальным меткам, таким как татуировки, значки, нашивки и уникальные элементы одежды. Вступление в банду мотивировалось необходимостью защиты, желанием мести за себя или товарища. Также описываются случаи, когда в контору принимались принудительно. Внутри группировок существовали строгие правила и дисциплина, а также кодекс чести, основанный на патриотизме, занятиях спортом, здоровом образе жизни и включающей в себя элементы блатной романтики и уголовных понятий. Драки между дворовыми бандами стали обычным явлением, однако в Казани и набережных Челнах они приобрели особую идеологию и развивались по отдельному сценарию. В ходе уличных столкновений существовали определенные правила запрет на нападение на лежачего, использование ног в драке и запрет на убийство и серьезные травмы. Принцип слова чести, требовавший соблюдения данного обещания, придерживались участники большинства группировок. В 80-е годы начался период, когда казанский феномен стал широко известен. По некоторым сообщениям, в 84-м или 87-м году произошло масштабное столкновение двух группировок – жилки и грязи, которые давно находились в состоянии вражды. Драку, получившую название «Ледовое побоище», разогнали милиционеры. Несколько десятков человек получили травмы и были задержаны. Лидера одной из группировок осудили на тюремный срок, но вскоре он вышел на свободу. Регулярно также происходили столкновения на дискотеках, в скверах и на площадях. Виновникам чаще всего удавалось уйти до приезда правоохранителей, и часто вину тех, кто попадал в руки суда, было трудно доказать. Наступление эпохи перестройки совпало с закатом казанского феномена. Агрессивные настроения начали уменьшаться, молодые люди перестали бояться знакомств с представителями других районов, а силовым структурам удалось выявить группы риска среди учеников младших классов и работать над коррекцией их поведения. Распад Советского Союза и изменение ценностей в обществе также сказались на снижении активности уличных группировок. С течением времени выжившие участники, избежавшие тюрьмы, взрослели и либо вступили в предпринимательскую деятельность, либо создали организованные преступные группировки, которые в 90-е годы распространились по городам России. По мнению исследователей и свидетелей, казанский феномен не был полностью искоренен в нулевых и последующие годы. Группировки перестали быть такими заметными, стали вести себя более сдержанно, но не прекратили своего существования и продолжили заниматься преступной деятельностью. По рекомендациям по этой теме могу посоветовать книгу журналистки Любви Агеевой «Казанский феномен. Миф и реальность», в которой рассказывалось не только о уличных бандах, но и о других проблемах молодежи. Еще один литературный труд «Слово пацана» — «Криминальный татарстан» Роберта Гараева, который раньше сам был участником группировки. Также о «Казанском феномене» повествует сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», выходящий в данный момент по мотивам упомянутой книги. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин